Давайте попробуем нарисовать пейзаж, в котором будут присутствовать первые, второй и третий планы. В качестве примера возьмем весеннее морское фото. Вы можете взять свою фотографию, на которой будут присутствовать все три плана. Первым или ближним планом здесь являются цветы. Вторым или средним планом – холм справа и трава. И третьим или дальним планом – море и небо. Для более точной компоновки нарисуем рамку. Нанесем карандашом средней твердости легкими линиями общий рисунок. После этого возьмем голубую акварель, беличью или другую мягкую кисть размера 5 или 6 и неплотным цветом сделаем наш дальний план сверху вниз. Это нужно во избежание размазывания. Пока вы двигаетесь вниз, красочный слой постепенно высыхает. В некоторых случаях при технике по мокрому требуется больше времени для просушки. Изумрудной краской нарисуем море. Мы немного добавили светлого ультрамарина в зеленый пигмент для передачи цветового состояния моря. Впрочем, несмешанные цвета порой довольно точно передают природные оттенки. Важно одно правило – гармоничное сочетание цветов. Красный светлый в сочетании с оранжевой нарисуем маке. Наш ближний план. В нашу задачу входит передать ощущение пространства, не сильно даваясь проработку рисунка. Перейдем к среднему плану и нарисуем холм справа. Мы сделаем это схематично, опять же, не забывая о цели – передаче ощущения пространства. После этого перейдем к проработке нижней части нашего рисунка. Наиболее близкими к земельным оттенкам находятся охра, сиены и умбры. В некоторых случаях краски земельных оттенков называют землями. Темно-зеленой краской пропишем траву, которая также относится к среднему плану. Тем же цветом, в добавлении с небольшим количеством умбры жены, нарисуем бутоны. Повысить плотность красного цвета можно второй раз, нанеся красочный слой, то есть лисировкой. Рекомендуем использовать пастель для прорисовки стеблей, так как с непривычки провести кисточкой тонкие линии может быть затруднительным. Вот такой акварельный набросок с тремя планами у нас получился. Делитесь с нами вашими рисунками. Хорошего вам настроения!